Какие дачные постройки в 2022 году будут облагаться налогом? Владельцы садовых участков наверняка уже вовсю готовятся к новому сезону. Не будем отступать от общих тенденций и разберем, какие дачные постройки будут облагаться налогом в 2022 году. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Начнем с главного. Дома. На садовом участке сейчас допускается возводить как жилые дома, с возможностью зарегистрироваться в них по месту жительства, так и садовые дома для временного проживания. Дом, который отвечает признаком капитального строения, признается недвижимым имуществом, а значит, облагается налогом на имущество. Физлиц. Статья 401 Налогового кодекса. В числе таких признаков Росреестр называет прочную связь с землей, то есть наличие фундамента заглубленного в землю и отсутствие технической возможности разобрать конструкцию строения, перенести ее и собрать в другом месте, без причинения существенного ущерба. Такой дом поставят на кадастровый учет и зарегистрируют право собственности в ЕГРН, после чего ФНС начнет выставлять собственнику ежегодный налог на имущество. Как поясняет сама ФНС, налог начисляется на основании информации, предоставленной органами Росреестра. Поэтому до того, как собственник зарегистрирует свое право на дом в ЕГРН, ни о каком налоге речи быть не может. О регистрации пока остается процедурой исключительно заявительного характера. Поэтому формально даже суд не может обязать собственника зарегистрировать свою недвижимость, чтобы на нее начислялся налог. Хотя не исключено, что если собственник будет злоупотреблять своим правом и уклоняться от регистрации своих построек, органы ФНС могут провести проверку и привлечь собственника к ответственности за то, что он не сообщил о том, что на участке есть постройки. О такой обязанности ФНС как раз недавно напомнила налогоплательщикам. Дом на садовом участке облагается налогом по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. В статье 406 Налогового кодекса. Причем при его расчете полагается налоговый вычет на 50 квадратных метров в общей площади. Они освобождены от налога. Как указано в Налоговом кодексе, в целях налогообложения все дома, расположенные на садовых участках, относятся к жилым домам. То есть налог начисляется одинаково, как на жилой, так и на садовый дом. В статье 401-403 Налогового кодекса. Если к дому пристроен гараж, он признается самостоятельным объектом налогообложения. А если к дому пристроен гараж, он признается самостоятельным объектом налогообложения. Поскольку, во-первых, является отдельным нежилым помещением в доме. А во-вторых, имеет свое особое назначение для использования хранения транспортных средств. Именно такой логике придерживается и Росреестр. Поэтому за гараж, который является капитально пристроенным к дому, собственнику придется платить ежегодный налог по ставке 0,1% от его кадастровой стоимости. Так же, как и за отдельно расположенный гараж, если он стоит на фундаменте, прочно связанном с землей и имеет целостную конструкцию. Идем дальше. Баня, сарай и другие хозяйственные постройки также могут облагаться налогом на имущество. Если соответствуют всем признакам недвижимости. То есть, возведены на капитальном фундаменте, подключены к инженерным сетям и не имеют сборно-разборной конструкции. А самое главное, поставлены на кадастровый учет. Налоговая ставка составит 0,1% кадастровой стоимости, если площадь постройки не превышает 50 метров. А если превышает, налог будет начисляться в повышенном размере 0,5% кадастровой стоимости. Статья 406 Налогового кодекса. При этом, собственник садового участка освобождается от уплаты налога на одну хозяйственную постройку площадью не менее не более 50 метров. Но если у него две такие постройки или более, например, сарай и баня, льгота предоставляется только на одну из них, по его выбору. За остальные придется платить налог. Гараж при этом не учитывается. Закон не включает его в число хозпостроек, а рассматривает как отдельный объект налогообложения. Статья 401 Налогового кодекса. Чтобы знать еще больше юридической информации, подписывайтесь на юриста. И пересылайте это видео своим знакомым дачникам. До новых встреч. Пока.